Вчера на твоем квартале выхватывали Привет, меня зовут Никита Петухов Это хоккейные новости за неделю Беру самые важные события, разогреваю их на медленном огне И подаю вам в приятной мягкой упаковке Мы с вами находимся на спортивном телевидении здорового человека Ваши лайки и комментарии помогут увидеть эти новости большему количеству людей Поэтому, если вам есть что сказать или есть что лайкнуть, вперед! Планка в 2000 лайков должна быть пробита Недавно моему каналу прилетел страйк с Матч ТВ И видосы идут похуже, так что помогайте Неделя получилась вот прям как альбом Оксимирона Вроде бы ждали, так ждали, а получилось то, что уже 100 раз видели Так что это будет, возможно, самый короткий выпуск в истории И я, Воробьев, сказал, что хоккей в КХЛ стал интереснее В частности, игра ушла из углов Все хорошо, осталось только понять, куда она пришла из Матчика ХЛ Это непонятно Саша Речкин планирует открыть в России музей со своими вещами Ну, понятно, его мама просто, наконец, разобрала балкон Раскопала кучу добра И куда это все выкидывать? А, извините А, да, добрый день Куда? В эфир на канал Владимира Соловьева? Нет, спасибо Да, до свидания, всего доброго Да СКА подпишет контракт с Лео Комаровым Который до этого в КХЛ играл только за Динамо Что делать москвичам? Очень просто, надо подписать средства от Комарова Об этих и других новостях сразу после заставки АЕ, АЕ, встретимся в ФАЕ В начале, как всегда, короткая лирическая вставка На этой неделе мы с вами снова вспомнили Что у нас есть сборная И она прям за уши утащила В замечательный мир идиотизма, дебилизма, средневековья и так далее В силу того, что сборная не главная и турнир никому не нужный На сцену вернулся Роман Ротенберг От главной сборной его удивительным образом отодвинули И он вернулся в том числе вот с такой фразой От которой просто опускаются руки Если вы хоть что-то понимаете из происходящего вокруг Вот сейчас на ваших коранах появится эта фраза о том Зачем игроков вызывают на Евротур Парни видят лучшее питание, специалистов, экипировку, видеособрания Разница с КХЛ должна бросаться в глаза Я уже написал очень много слов и на сайт sports.ru И себе в телеграм Ссылки есть в описании Вы можете почитать и подписаться Ну смотрите, у нас есть два пути В целом настойчивость, которую проявляет лично Роман Говорю со всем уважением И федерация еще до Романа такую же настойчивость проявляла Владислав Третьяк Достойно уважения Они очень много энергии вкладывают в то Чтобы все вокруг поверили, что все эти ритуалы и символы Обкатка молодых, проверка ближайшего резерва Блин, кто вообще придумал эти слова Евротур в интересах сборной И даже мне казалось, и даже мне уже казалось, что с этим совсем проще смириться Но второй путь это включить, извините, голову и посмотреть, работают ли эти заклинания Много ли игроков подготовила сборная за последние 10 лет? Ни одного Всех наших лучших готовили клубы Наши клубы и клубы НХЛ Сборная никого ни к чему не готовит Вот представьте, если бы Роман Ротенберг мог вытаскивать игроков на Евротуры из НХЛ В какой форме тогда бы были Панарин, Кузнецов и тот же Овечкин? Они просто были бы хуже, и все И мы видим это по игрокам КХЛ Их постоянно дергают на Евротуры Постоянно показывают им, какая в сборной еда и так далее Ничего из этого не работает Они выходят на средний уровень чемпионата мира и тухнут То, что сейчас делает Федерация, это кампания по разрушению хоккея Систематическая и поддерживаемая государством Это, конечно, неосознанная работа Но ее разрушительный эффект уже перед глазами у всех Этот результат просто вот тут уже стоит Его можно пощупать И то, что этот результат не видят в ФХР, это уже стойкие признаки идиотизма У нас есть выбор не становиться идиотами и не принимать ритуалы в этой секты Игроки растут в профессиональных условиях Когда они много, очень много работают и получают за это деньги Когда им показывают патриотические фильмы и рассказывают сказки Ну, это просто делает их хуже Никита Кучеров не стал бы великим игроком, если бы его возили по Евротурам каждые два месяца Он стал великим, ежедневно впахивая и играя в сильном чемпионате Вот в чем элементарная правда И забавно, конечно, что Роман хвастается условиями в сборной Мы все знаем, что в Казани, в Челябинске, в Омске, в Балашихе, Уфе и так далее Условия идеальные Но что за детский сад? Так что этот Евротур, проверка ближайшего резерва, условия в сборной Это просто зло, которое нужно отменить вот прям сегодня Вот прям немедленно надо остановить Евротур Сказать, пацаны, извините, мы что-то затупили Работайте в клубах, там вам намного лучше помогут И отменить паузы на Евротур и паузы перед Олимпиадой Сделать чемпионат на 80 матчей и работать дальше Потому что работы у нас много У нас вон хоккей уже почти развалился Хватит полутонов, хватит компромиссов Они тоже не работают и уже не успокаивают Ну вот вообще никак А пока разрушение нашего хоккея продолжается Давайте обсудим сопутствующие сюжеты Ну вот, например, на скамейке сборной на этой имитации хоккея Евротуре должен был оказаться Олег Знарок Он выбыл в последний момент из-за признаков ОРВИ Олегу Валерьевичу безусловно, прям безусловно здоровья Но с этим возвращением есть какая-то странность Его сопровождают совместные фото с Романом Ротенбергом Его сопровождают слова того же Романа О том, что у нас с Олегом нет никакого конфликта И будто бы это все нужно вот ровно для того, чтобы показать Вот видите, у нас на самом деле все нормально Ну то есть это не хоккей какой-то, а скорее Дом-2 И мне еще не очень понятно, зачем эта работа нужна Знароку с точки зрения его карьеры Я знаю, что у многих есть стереотипы о том, что работа в сборной даже в молодежке Это типа какая-то честь, но это же огромная ошибка Работа в сборной на постоянной основе – это халтура, которая достается не очень классным тренерам И постоянная работа в сборной – это не совсем работа Вот Брагин 8 лет работал в молодежке, это 5-7 официальных матчей в год, да? Итого за 8 лет максимум 56 официальных матчей на скамейке Тренер КХЛ делает больше за год Хороший тренер за год делает намного больше У Знарка вообще огромный клубный опыт Это элитный тренер, и он должен находить работу на рынке Не понимая, зачем ему в этом смысле сборная, да еще на какой-то постоянной основе Непонятно, что ему даст этот уровень И поэтому непонятно, что он мог бы дать этой сборной Мне кажется, момент уровня существует И перейдя какую-то черту, тебе уже не стоит спускаться ниже, чем бы ты ни занимался Ну, потому что это просто никому не интересно Но, если друг попросил, то, конечно, как тут отказать? Овечкин объявил войну не только рекорду грецки, но, судя по всему, и журналистам Причем побеждает в ней, потому что голы у Саши не кончаются А слова у журналистов по поводу этих голов уже прям подходят к концу Мне кажется, еще через где-то 50 шайб люди просто будут писать вот так Очередной гол Овечкина У Саши на этой неделе 742-й гол И чистое четвертое место Вот, правда, оригинальное что-то найти в этих голах очень сложно И интересное сказать о них тоже сложно Мне даже кажется, что иногда найти голы можно обращать поменьше внимания Понятно, что гол нашего Венхэл это всегда круто Но у Овечкина их столько, что никакой реакции не хватит Предлагаю отмечать их десятками Вот, когда забил 10, тогда бам, статья об этом или новость Но есть и прикол, связанный с этим Овечкин вот сейчас обошел Бретта Халла Это американская легенда 741 шайба И его сын Джуд выложил 741 гол Овечкина со значком пальца вниз Этот твит разтащили наши медиа И в реплай к Джуду, судя по всему, веселому парню и хорошему сыну Пришли наши бойцы О, прям супер Зачитаю парочку Хе-хе-хе Джуд, где ваша пафосная американская гордость? А, ну да Вы только в фильмах такие стойкие и крутые Не плачьте, а то я окончательно разочаруюсь в силе американского духа Овечкин лучший Другой твит А чего ты добился в спорте? И тут же добивка от другого человека Наверное, лучшее, чего он добился Это 10 тысяч шагов в день Как будто, кстати, это мало После 742-й шайбы Джуд повторил свою шутку и выложил следом вот эту гифку Комментариям от наших он уже готов На неделе вскрывалась тыльная сторона хоккея Может быть, помните, я рассказывал про Кэрри Прайса Лучшего канадского вратаря Он не начал сезон с командой, с Монреалем И сейчас выяснилось, что он прошел курс лечения от наркозависимости Другая история Генменеджер Анахайма Боб Нюррей ушел в отставку И пошел на курсы лечения от алкоголизма В его адрес понеслись обвинения Он извинился перед всеми в клубе И сказал, что попытается измениться Но его можно понять Я бы тоже запил, если бы сначала выкупил контракт Кори Перри А потом увидел бы того В двух финалах Кубка Стэнли подряд Но если без шуток У меня ощущение, что эти ситуации Запускают важный разговор И этот разговор важен и для нас В том числе я знаю, как у нас принято реагировать на людей У которых такие проблемы Типа, ааа, он наркоман, ааа, да он алкаш Даже у самых образованных людей Прям есть вот эта тема На тех, кто выпивает Они просто клеят этот ярлык и все И понятно, что у хоккеистов есть их миллионы Но и миллионы есть далеко не у всех Даже в КХЛ А проблемы приклеиваются Приклеиваются вообще без разницы кому и ко всем подряд У хоккеистов вообще очень плоский мир Ради того, чтобы играть Ты просто вынужден отказываться от кучи вещей Которые позволяют не сойти с ума обычному человеку Общение с семьей Прогулки Знаете, просто ленивые выходные дома И в этом смысле игрокам точно надо помогать И здорово, что в НХЛ этим занимаются У вас бывает такое? Вы видите новость про игрока И думаете, блин Я о нем и думать забыл Вот у меня такое было с Лео Комаровым Он переходит в СКА на два года Причем СКА обменяет Линден-Авея в Борис Чтобы освободить легионерское местечко И вообще, по-моему, кстати Это очень отличный и качественный переход В КХЛ намного более простой хоккей И Лео тут протянет, я думаю, еще года три Вот примерно на том уровне, на котором он раньше играл за Динамо И на самом деле СКА тут сработал очень, по-моему, круто Видно, что у них уже набита рука по поиску игроков Которые готовы переехать из НХЛ И по переговорам с такими игроками Пример с Гусевым же отличный Они поговорили, договорились, что ждут И дождались, и получили топ игрока И вот еще один крепкий чувак Причем он уже нужен не в первом звене даже И не во втором Так что это пример как раз вот того будущего Которое мы ждем для КХЛ Ну и еще про КХЛ Салават и Трактор должны были играть 7 ноября У Салавата куча игроков выбыла из-за симптомов ОРВИ И матч отменили А потом Муфе дали баранку То есть техническое поражение Я сначала думал провести мини-расследование И хотя бы почитать регламент Но потом снова очнулся Читать регламент значит признавать, что его написали здравомыслящие люди А можно просто срезать все углы И сразу выйти напрямую к здравому смыслу Давайте разберемся, кого КХЛ наказала в этом случае Вот есть такая штука Хоккей Знаете, почему она существует? Потому что на нее ходят и смотрят зрители И по телевизору, и на арене Если бы хоккей был никому не интересен Его бы не существовало Это просто принцип всех шоу Вы стендап-комик только если на ваши выступления кто-то ходит Так и тут И вот артисты, игроки в этом случае заболели А билеты-то уже проданы Зрители хотят увидеть этот матч Лидеры Востока Как прикольно Что делать? Ну как-то все равно найти способ устроить это классное шоу Правильно? Зрители же хотят его увидеть Это же все ради них Правильно? Нет, отвечает Лига Матч мы отменим, а Салавату техническая Потому что сами виноваты, что заболели На ваших зрителей нам плевать Вы разбирайтесь сами Границы здравого смысла снова сломаны И выброшены на помойку Впрочем, не в первый и не в последний раз на нашей памяти Ну и в самом конце Самая теплая история Прям какая-то чашка чая с мятой А не история Евгений Малкин выложил в инстаграме фотку своего школьного сочинения В этом сочинении куча ошибок Я прям не знаю, в каком классе он это писал Скажу, блин, третий А кажется, что шестой Но это не важно Важно, что это очень искреннее письмо пацана Который честно играет в хоккей в России Самая моя заветная мечта Стать знаменитым хоккеистом Играть хорошо И чтобы про меня писали в газете Кстати, да, об этом все мечтают в детстве И вот про меня, кстати, в какой-то момент Тоже писали в Ванинской газете Моя мечта одна Играть за границей И моя любимая команда Detroit Red Wings Что в переводе Красные крылья Чтобы у меня была машина Красивый дом И любимая семья Здесь мне не разрешают завести собаку Но за границей я бы завел красивую собаку Я бы хотел остаться капитаном Как и сейчас Чтобы поездить по другим городам И повидать весь мир Повидать, как живут другие люди Их занятия В первую очередь Когда я приеду за границу Я побегу в Макдональдс Макдональдс Он, кстати, за очень мило написал с буквой Г Это, наверное, очень огромная мечта Но почему бы не попытаться Такие сочинения писали тысячи Но получилось только у Малкина, конечно Но другие ребята, которые писали Тоже выросли И сохраняют сейчас в России хоккейную культуру И вот пока в России дети будут мечтать о том Чтобы сыграть за Detroit Или Washington Capitals А лучше за Челябинский трактор У нас с хоккеем все будет более-менее Вопреки Федерации Хоккея У меня на этом все Расскажите об этом видео друзьям Которым чуть не всплакнул, да, в конце? Расскажите об этом видео друзьям Которым по каким-то причинам Интересен хоккей Напишите в комментариях Ваше мнение Обо всех новостях О которых я рассказал И не рассказал в этом выпуске Меня зовут Никита Петухов Увидимся в следующем видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok